О том, как обстоят дела с участками для многодетных семей в находке, Владимир Миклушевский выслушал не от чиновников. Глава Приморья лично встретился с теми, кто получил здесь землю и о проблемах знает не понаслышке. Все волнующие вопросы семьи могли задать и Владимиру Миклушевскому, и местным властям. И вопросов оказалось немало. Самое распространенное препятствие для строительства дома – это отсутствие дорог и электричества. Но некоторые семьи столкнулись и с неподъемной стоимостью порубочных билетов, оврагами и болотами на участках. Я вам благодарю вас за то, что вы сегодня эти проблемы обозначили, мы все зафиксировали. Я, Евгений Евгеньевич, Ирина Петровна, мы будем их максимально быстро решать. Но мы договорились с вами, что какие-то проблемы надо просто набраться терпения, потому что там те же проектирования. Надо дождаться, пока оно будет сделано, но люди просто должны знать сроки. По поручению Владимира Миклушевского, помощник губернатора Евгений Корж, лично выезжает на участки. И порой земли непригодны не то, что для строительства дома, даже для огорода. Так на своем участке Геннадий Чурсин неожиданно обнаружил железобетонную огневую точку прямо в центре надела. Чтобы убрать такую конструкцию, необходимо минимум полмиллиона рублей. Участок, в принципе, нам нравится. Участок нормальный. Вид на море, экологически чистый район, все хорошо. Но единственное то, что ДОТ, и мы не потянем его снести. Мы вызывали специалистов, и чтобы его, к примеру, демонтировать, это будет очень нам накладно дорого, и мы не сможем. Счастье от полученного надела было недолгим и у семьи Родионовых. По их земле без высоких резиновых сапог не прогуляешься. Когда весной, это вот травы такой нету, вот один участок, прям вот такие вот кочки. Не, ну вот видно, нога провалит. Она влажная, да. Планировали здесь строить дом и как-то развивать хозяйство, ну в плане огородов, сад. Ну, на данный момент с такой землей это невозможно сделать, потому что слишком много воды. Такие земли выдавать многодетным запрещено. Они не соответствуют условиям федерального закона. По поручению главы Приморья Евгений Корж уже встретился с многодетными семьями почти в половине районов края. Чиновникам надо, как мне сегодня, я не первый раз уже хожу сам ногами по участкам. Прежде чем давать людям, надо самому лично собрать свой коллектив, который занимается земельными отношениями, и пройти ножками по каждому участку, понять, что здесь можно, а здесь нельзя. Только так мы это можем решать. И я буду это контролировать. В Приморье участки получили уже больше 70% многодетных семей, которые встали в очередь. Владимир Миклушевский держит процесс под личным контролем. И в наиболее проблемных районах глава Приморья намерен проводить встречи с семьями. Ведь главное не просто формально выдать участок, а сделать так, чтобы люди построили там свой дом и остались жить в родном крае. Владимир Клюшников, Дарья Орлова, Александр Каноненко, Панорама.